Очередной китайский фэтбайк, в этот раз опять с двумя моторами. Проблема была следующая. При повороте ключа экранчик сгорался и сразу газ. И где-то неделю перед этим, когда газовали, пропадал тоже экранчик газ, пропадало напряжение. Прозвонили все провода в ручки, прозвонили все провода в экранчик, прозвонили все вот эти линии. Внутрь контроллера не полезли, потому что он вот так вот герметично упакован либо владельцем, либо с завода. Очень вот так вот мощно он намазан каким-то кровельным герметиком черным. Оказалось, все очень просто. В самом аккумуляторе отошли контакты, то есть силовой провод питания отгорел. Причем отгорел он по непонятной причине. Либо он был плохо припаян, либо он окислился. В общем, день искали причину. Оказалось, просто нужно провод качественно пропаять, надеть термоусадку. Так вот мощная, конечно, штука. С двумя моторами едет он быстрее, чем прошлый желтый, этот оранжевый. В таком вот состоянии клиент купил и в осень ездит на работу каждый день. Говорит, пробег у него 50 километров. Непонятно, правда, почему. Потому что здесь всего у нас 4 ячейки параллельно, то есть емкость тут не больше 12 ампер часов по факту, а скорее всего 10. Хотя, когда он покупал, было ему заявлено, что здесь 20 ампер часов батарейки. Но на самом деле здесь поменьше намного. Фара вот такая прикольная. В общем, мощный-мощный, но, блин, я не знаю, едешь, руль ведет вбок, нажимаешь на тормоза, как-то перекашивает оси. То есть несоосные колеса, возможно. В общем, есть какие-то проблемы с геометрией рамы, с соосностью колес и тормозов. Потому что едешь, чувствуется, что как-то его ведет то вбок, при торможении в другую сторону ведет. Не понял я этой причины. А так поднастроили тормоза, чтобы хотя бы схватывали, потому что до этого вообще не схватывали. И вот починили электрику.